Итак, по сути, мы с вами должны быть уже в прямом эфире. В общем-то, стрим Мафия 2, продолжение. У меня тогда, когда я проходил еще, по-моему, летом Мафию 2, возникла небольшая проблемка насчет того, что я не смог пройти 14 главу, там что-то забаговалось, вот, у меня прям в самом конце не открылась эта скриптовая дверь, вот, и типа все забаговалось, я не знал, как это все исправить, вот, поэтому я что-то как-то это все забросил, и дошло время до сегодня, вот, и, блин, я не то нажал, типа, ладно, сейчас из чего вернемся, вот, и, блин, я не то нажал, ага, сейчас посмотрим, что по звуку, по звуку должно быть все хорошо, ага, глава 10, глава 10, а, ну, то есть я уже играл, играл просто так, я уже не помню, запустил, звук нужно вырубить, так, картинка есть, звук есть, значит, все у нас хорошо. Итак, у нас сегодня будет последняя глава, последняя история, загрузить главу, как раз-таки через тернии к звездам, 15 глава, давайте на высоком, что ли, пройдем уровне. Фух, а, сбой загрузки, вот оно, вот оно, почему я не могу 15 главу, ну, ладно, тогда продолжим с 14 главы, я надеюсь, что, ну, тогда давай средненький, средненький уровень, вот, 14 у меня загрузится, ладно, ладно, все пошло немного не по плану, но ничего страшного, вот, 14 глава, мы заново перепройдем, надеюсь, что в этот раз никаких проблем у нас не будет с, со скриптами, вот, и мы сейчас по-быстрому все пройдем. Так, звук, сразу смотрим. Так, звук, сразу смотрим. Блин, задвоение уже, нахуй, 10 раз пошло на стриме. Окей, отлично, проходим заново. Сейчас по-быстрому все попробуем пройти, хотя по-быстрому не получится. Похоже, я готов, меня разбудил. Если сегодня не срубит денег на бруна, нам капец. Куда мы вот так вот возьмем и вынем 55 штук, а? Ну, в постели они точно не валяются. Ну, все. Как скажешь, Джо. Я вообще не в духе. Так, будем, значит, 25 тысяч зарабатывать. Или сколько там, 27 нам нужно заработать. Окей. Хорошо, давай к заднему входу, до встречи. Так, одеваемся. Мэйдман, загружаемый контент. Ну, у нас сегодня такая, типа, не особо веселая глава. Поэтому нам нужно отрабатывать долги. Вот, и чтобы отрабатывать долги, нужно что-то такое. Что-то очень строгое. Кожаная куртка. Да, пожалуй, кожаная куртка, блядь. Все. У нас же денег нет, как раз 134 доллара это вообще не делал. О, а вот и Джо. Оружие у меня есть, благо. Но оно мне особо-то не понадобится. Нифига себе у нас тачанка. Нифига себе у нас тачанка. Клевая, клевая. Привет, Данила. Так, вчера нажрался, что ли? Я тоже заснуть не мог. Но бутылочка скотча и без проблем. А, ну как обычно, в общем, Джо нажрался. А мы едем на Смит Тандерболт. Поехали в Гринфилд. Так, блин. Я разучился ездить уже. О, песня из первой мафии заиграла. Теперь ты мне расскажешь, в чем дело. В чем дело, да. Мы туда доедем, шлепнем одного. Так, давайте, знаете, как сделаем. Почему? Реди сказал, это услуга семьи из другого города. Законченные дельцы. Вот так вот. Привет, привет, Данила. Так, сейчас нужно свернуть. Что-то мне не нравится. Давайте вот так вот еще сделаем. Во. Отлично. Играем. А что он сделал? Заложил своему семье федералам. Ну, значит, заслужил. Заслужил. Ха. Это значит, он был под программой защиты свидетелей, да? А избище не сняли. Если и так, нам платят по нескольку штук, так что дело на устое. Так. Скажешь. Все хорошо? Просто стрим что-то. А что выполним заказ, потом разделимся и поищем, что... Ай! Блин, больно. Так, стрим-то идет или нет, я не понимаю. У меня просто еще интернет домашний такой хороший, что он не может потянуть стрим на телефоне. Да. Ты что, меня за идиот одержит? Но тут присяжные еще совещали. Какой-то раунд. Какой раунд, о чем речь? О каком ты раунде говоришь, я тебя не понимаю. Или ты про главу? Глава сейчас идет 14, а всего 15. Вот. И по сути я сейчас эту главу прохожу заново. Из-за того, что у меня в самом конце был баг, и дверь не открывалась там у Бруна. Это вообще дебилизм полный, но как бы ничего с этим поделать нельзя было. Поэтому, вот сейчас будем все заново и проходить. Мне очень нравится эта песня. Не знаю, слышите вы или нет, что там по звуку. Давайте, посторонитесь, ребята. Фух, Мафия 2. Я, кстати, на самом деле третью Мафию скачал, поиграл в нее и понял, что это вообще не Мафия. Это вообще какая-то фигня. Типа там от Мафии осталось только название. Там вообще никакого прикола типа нету. Там все тачки на одно лицо. Вот. Задания какие-то скучные, все однотипные. Там просто нужно... Знаете, как в этом? Весь сюжет состоит в том, что вот помните, как Гатасан Андрес нужно было районы захватывать. Вот в Мафии 3 примерно все то же самое. Поехали. Давай. Мистер Анжела. Мистер Сальери передает вам поклон. Это я помню. Можно, кстати, даже этот звук подправить, а то я чувствую это тихо довольно-таки. Мистер Анжела. Да. Мистер Сальери передает вам привет. Бах. И все. Эх, Томми, Томми. Ты думал, что все тебе сойдет с рук? Нифига подобного. Мафия рано или поздно нашла бы тебя. И вот она тебя нашла. Аудио. Давай, короче, эффекты голоса. Давай больше голоса. Вот. Голоса, да? Все типа... Блядь. Вот сейчас у нас проблемы. Полиция почему-то подъехала. Но федералы... А где федералы-то? Типа одна машина всего? Какая-то фигня. Ну, ничего страшного. Сейчас мы быстро домчим. Да, был под защитой. За тем, что любит опускать подобные мелочи. Может, он не знал? Сейчас важнее их стряхнуть. Давай, сейчас стряхнем, не переживай. Опа. Блядь, главное... Не разбиться. Кингстон, ну поехали. Да, чуть не забыл. Я тебе заплатил аванс. Что вот, поэтому... О, спасибо. Блин, копы на каждом шагу. Нужно переодеться и поменять машину. Платить я, естественно, сейчас ни за что не буду. Потому что... Блядь, что происходит? Джо, почему ты открыл огонь сразу, а? Блядь, да, переоденемся? Все, все, все. Пошли, 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 копы. Так. Окей. Блядь, Джо, в кого ты стреляешь? Ты мне скажи. А, это у тебя... А, ну, Джо, давай... Так, короче, каждый сам за себя. И там с ними воюй. Я вот стревать не намерен. Так, дайте мне машину только вот эту. Блядь, ты ж там сиди. А, там никого не сидит. Я думал, там чувак сидит. Ну, раз никого там нет, тогда... Сейчас, подожди. Можно машинку и получше взять. Братан, братан. Только не агрессивно. Блядь. Тихо, только не стреляй в меня. Я просто хочу... Не-не-не. О-о-о, нормально. Что-то... Блядь. А, у меня... Какой двигатель? Заглушите, у меня уже спать. Блядь, что с игрой? Ебать, что... Почему у меня что-то все так сильно багуется? У меня такого ни разу еще не было. Все очень странно происходит, типа. Приехали? Да, приехали сейчас. Так, скрипт, типа, сработал. Да, окей, как скажешь. А я могу украсть машину, Джо? Не могу. А взорвать я могу? Да какую пушку? А, она еще не взрывается. Ну, понятно. Тогда понятно. О, пожалуй, эту и возьму. Шуберт Фрегат. Так, куда нам? Навигатор покажет ехать. О, я даже знаю, как ехать. Ну, типа, странно было бы, если бы я не знал. Я, как бы, блин, всю игру вдоль и поперек уже. А, нет, навигатор не туда показывает. Я знаю дорогу получше. Ну, не то, чтобы она будет короче, но она будет быстрее. 3000 долларов есть. А, короче, она будет только потому, что... Только потому, что тут ехать по шоссе. А по шоссе, ну, просто банально быстрее. Все это получается. Нет никаких светофоров. Относительно свободное движение. Вот. И дамчим мы с ветерком на кабриолете. Давай. Посторонись, ребятки. Тун-тун-тун-тун Тун-тун-тун-тун-тун Тун-тун-тун-тун-тун Тун-тун-тун Камон, эври-баре Блин, колпак отвалился О, нормально я проехал Нормально, я думал я разложусь тут, но мне повезло Шуберт-фрегат Это, кстати, корвет. О, еще один колпак отвалился. Чего же они такие ненадежные? Так, ребят, давайте, все постранились быстро. Батя в здание. Так. Интересно, у меня реалистичное управление стоит или упрощенное? Просто как-то очень легко машиной управлять. Даже непонятно. Может, я просто уже настолько привык? Но мне больше кажется, что у меня стоит, ну, типа, упрощенная модель сейчас управления. Поэтому я очень легко сейчас еду. Так. Тихо. Главное не на... Фух. Не на голову упасть. Мы упали, в принципе, нормально. Так. Настройки. А, нет, настройки игры. Да, упрощенный у меня режим вождения. Вот сейчас будет поинтереснее ездить на реалистичном. Так, все делаем максимально быстро. Хочется уже просто добить эту игру. Давай, давай, давай. Прям видно, машина начинает шлифовать на реалистичном управлении. Выходим. Вито. Вито с котлетой, блядь. Перезаряжаемся сразу, потому что Бонни нам предстоит дикое. Ну, я не знаю, меня типа бомбанят, если... Я сейчас опять до той... Ну, до того момента дойду, и у меня опять не сработает скрипт. Он забрал почти всех моих ребят в охрану. Так что мне некого зарядить тут на одну работерку. А Дерек-то не... А, нет, моргает. Я хотел сказать, что... И этот моргает. Но они все равно как-то редко очень моргают. Сначала поможешь нам с этим. А, в чем дело? С кем воевать буду? Вот сейчас, с этим Дереком. Я сейчас с этим Дереком. Типа он болен. Полная лаза. Ну, я его и вышла. А теперь его дружки разозлились и грозят забасту. Надо появиться там с парой серьезных парней, чтобы мы не шуми. И дурки напугаются. И думать забудут, как доставать. Плачу штуку БАКСа. Ну, конечно. Кто от таких денег откажет? Ладно. Делов-то. Стоя рядом и делай морду. Делов-то. Увидим. Стоя рядом и делай морду кирпичом. А, Стив? Да, Дерек. Видимо, Стив очень хорошо справляется с этой задачей. Делать морду кирпичом и стоит рядом. Вот он очень преданная шестерка. Че, парни, пойдемте? Я с пустым Томпсоном. Дерек, нет. Он не украл. Сейчас ты увидишь по сюжету. Сейчас тут катсцена пройдет и поймешь, в чем прикол. И что будем с ними делать? Все зависит от того, как пройдутся трудовые споры. Не надо мне, чтобы вы там пасти раззевали и все поняли, какие вы тупли. Конечно, не надо. Автоматические ворота. Проблема, парни. Возьмите большого Джона опять на работу. Я решаю, что вы работаете, а что нет. А я вам говорю, что он уволен. Мы просто просим взять его обратно. У него семья, а ему нужна работа. Я уже все решил. Ну, что я говорил? А легче, Винни. Мы хотим уладить себя. Так, парни, у меня тут звонят, поэтому давайте сделаем небольшую паузу. Спасибо. 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 А Вито? Про мне сейчас у вас большие неприятности. Так что, если не хотите искать работу, то что... Да, да, Нион, я тебя помню. Все были по местам. Видишь, Вито? Только в опятый номер. Вито? Ты же сын Скалеты, да? Ой, отец часто о тебе говорил. Ты на него здорово похож. Но как ты можешь работать на этого мерзарца, после того, что он сделал с твоим отцом? Закрыпайся, бедла. Быстро. Не слушай его, Вито. Бургу гонит. Давай, пошли. Бургу гонит? Вито, этот мерзавец убил твоего отца. Что? Они просто пытаются тебя достать. Дерек. Эй, можно пушку убрать, а? А ты спроси у него, как твой отец... Соткнись. ...в ту ночь. Мы видели, как они ушли со Стивом. А потом Стив вернулся один. Весь мокрый. Ну, убери ствол от меня. Что случилось с моим отцом, Эрли? Ты сдурел, что ли? Ты кому больше веришь, мне или этим? Уже безработно. Мы с тобой давно знакомы, Вито. Подумай о том. Почему ты был мокрый, Стив? Ты нырнул и пытался его спасти. Потому что он... Он тонуть. Да-на-да. Вито. Я был там. Верность семье важнее, чем верность родным. Скажи, это моей матери. Эй, мне его убить. Это здесь. Мы с ним позже разберемся. Ты меня разочаровал, Вито. Очень разочаровал. Я тебя не просто разочарую, Дерек. Ну, все, пиздец. Он убил отца нашего главного героя. Не сейчас. Я достану эту сволочь, пока он не сбежал. Пора проучить жирному... Винни, откуда это у тебя? Винни. Так. Шансов? Да, по сути, шансов у нас нет. Потому что, блядь... Лишний слой не помешает. Парни, вы чё? Блядь, вы... Вы только мешаете, на самом деле. Давай, МП-40. Погнали. Чё-то... Чё-то изи пока что. Ой-ой-ой. Больно. Страшно. Никогда тебе не доверял. Самый первый встреч. А ты мне тоже самый первый встреч и не нравился, Дерек. Жалко, что как-то не обыграна смерть Дерека. Но я об этом уже говорил и не раз. То, что он умер как-то, знаете. Ну, типа, умер и умер. Типа, вот я его застрелил. И вот он как собака лежит. Как обычный... Как обычный солдат, типа. Как обычный мафиозник. Он же всё-таки не последний человек в сюжете. Ну, как ты знаешь, грустно даже становится. Он же правая рука, Дерека. Эх, Стив, Стив. Шестёрка ты. Был и остался ею. Но я не остался. Я, как видишь, выступаю против вас. Минус. Вот тут сейчас будет тяжело. Но тут я могу с первого раза не пройти. У меня есть гранаты? Нет, гранаты у меня нет. Винтовки у меня нет. Ну, тогда с Томпсона будем стрелять. Так, во-первых, что мне нужно сделать? Мне нужно убрать... Блядь, спря... Ну, я же говорю, что теперь я тут сдохну. Как мой папашка, ну. Бывает такое. Сейчас. Вид исправится. Давай, давай, прикрывайте, парни. Сейчас я всё сделаю быстро. По сути, тут ничего сложного нет. Я помню, что, когда я первый раз проходил эту игру, эта перестрелка для меня почему-то была самой сложной. Не знаю, почему, но... Типа, меня постоянно тут убивали. А главное... Самое главное тут просто... Очень быстро всё делать. Типа. Так, главное не стоять на месте. Так, парни, сейчас... Ну, во-первых, Дерак вот, наверное, с... Опа. Да, может, и делаю. Сейчас, подожди только. Как меня лучше вывести из строя? Ты же сейчас будешь в меня гранаты кидать. Когда мы с тобой разберёмся, пойдёшь на корм крысам. Да, да. Окей, пойду на корм. Кто там стреля... Ну, вот видишь, типа. Что-то пошло не так. Всё, минус всем. Да, Вита? Давай, прикрывайте. Подожди. Что-то пошло не так. Герман, он... Дерак убил вашего... Отца он убил, в общем, нашего. Дерак, парни, за мной! Не нужно этого делать. Лишний ствол не помешает. Дерита, давай, мы прикроем. Давай. Блин, приехали эти чуваки уже. Просто я понял, в чём проблема. Вот с первого раза не можешь пройти, и потом начинаешь торопиться, а когда торопишься, только хуже происходит всё. Давай, Винни, Винни, блядь, живи, Винни! Я не хочу, чтобы тебя убили. Ты вроде парень хороший. Всё, минус. В этот раз как поступаем? Давайте не забегать. Через верхнюю дверь не зайти никак. Давайте не забегать, а вот тут вот сядем, и будем думать, как отстреливаться лучше. Вон Дерак. Сейчас пересядем. Минус ещё один. Скоро вы встретитесь. Да нет, не скоро. Скоро ты с ним встретишься. Блядь, Дерак. Давай, Дерак. А, всё? Окей, всё, я сделал. Не с первого раза, правда? Теперь казалось, что я иду за ним след в след. Ну, бывает. Хорошо, что я наконец узнал правду. Да и смерть Дерака помогла решить ещё одну проблему. Обращите кабинет Дерака. Всё отлично. Всё просто шикарно. Быстро всё делаем. 29 тысячи есть. Кажется, я нашёл пенсионный... 25, а нужно 27 тысяч. Сейчас поедем. Да, да. Дерак уже не смог кинуть у меня гранаты. Я его, слава богу, убил. Эх, поехали. Зарабатывать деньги. То есть у меня 25 900, считай, 26. У меня сейчас есть выбор, грабить рядом стоящие магазины или поехать угонять машины, типа, их в пресс давать. В пресс давать легче. Вот, но до туда нужно ехать. А я этого не хочу. Да заткнись ты, блядь, дед. 600 долларов. Так, 600 долларов есть. Это у нас 66 600. Нужно 67 500. То есть ещё тысячу. Тысячу можно заработать, ограбив ещё 2 магазина оружия. Ну, по сути, даже в самом плохом раскладе этого должно хватить. Поэтому давайте сейчас ещё магазин ограбим. И там около дома ещё один ограбим. И реально должно хватить. Ну, посмотрим сейчас. В принципе, пофиг. Будь чё, будет. Но ехать в грузки я реально не хочу. Это далеко. Так, вот ещё один магазин оружия. Давай сейчас сюда заскочим. Так, чё-то там продавец уже нервничает. Здорово. Минус, блядь, мусора так, не вовремя. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Через маленькую Италию, через китайский квартал поедем. Там есть ещё одна оружейка. В принципе. Ну, сейчас посмотрим, решим. А можем сейчас вот так напролом через парк проехать. Блядь! Что-то пошло не так. Выехать вот здесь. И вот тут справа. Во-первых, вот где-то рядом оружейка слева должна быть. Да, вон она. Она у меня на карте не обозначена, но я как бы знаю, что она там есть. Так, эту оружейку я ещё не грабил. Давай что-нибудь серьёзное вытащим на этот раз. Опа! Ты меня ждёшь, братишка? Ты меня уже ждёшь. 700 долларов. Чё, ещё не хватает? 28. Всё, достаточно денег. Едем к Джо. Так, копы спалят меня, нет? Он вот это может спалить. Спалил. Так, машину спалил, ну ладно. Я всё равно чисто до Джо доехать. И всё, мне больше не нужна машина. Тем более, две звезды и нету розыска. А там у Джо в гараже возьму машину. Всё у меня будет в шоколаде. Интересно, какую машину бы взять, чтобы по-быстрому проехать. Ну, сейчас что-нибудь в спорткар возьму. Там же у меня из-за дополнения машин дофига разных. Сейчас выберу. Жалко, Делизии нету. Как бы на Делизии поехали. Но... Так, тихо. Ой, что-то пошло не так. Всё. Машинка мне это больше не понадобится. Здорово, мужики. Ой, больно, да? Джо не было дома. Слегка я подумал, что он опаздывает и решил перекусить. Кат-сцена. Джо не было дома. Сперва я подумал, что он просто опаздывает и пошёл перекусить. Два часа спустя Джо только не пришёл. Темнело, я начал волноваться. Пора было его искать. Эх, пошли искать. Шесть часов спустя. Офигеть. Долго. Может, Джо встречается с Эдди в соколе. Но Вита очень быстро справился. Спросить дяди не знает ли он. Не хочу я к Эдди ехать. Можно сразу к медвежатнику съездить? Так. Давай, какую тачку выберем? Ну, а как бы уже знаешь, какую я выберу? Вот она. На этой поедем. Она мощная, быстрая. На ней будет удобно ехать. Так, всё, давайте. Посторонитесь. Блин. Если я реально сейчас пропущу Эдди и поеду к этому, к медвежатнику сразу, то что будет? Так вообще можно или нет? Давай, альтернативный этот. Альтернативная история. Блин. Машина тяжело управляется, должна быть очень мощная. Всё-таки, наверное, я не угадал, когда выбрал её. На ней всё-таки тяжеловато ехать. Так. Медвежатник. Только не говори, что когда я к тебе приду, он просто типа скажет там, вон о форту. О, то есть можно было не ехать. Джо Барбара, он был тут сегодня? Алло, Вито. Да, Джо заходил. Здорово, я весь день его ищу. А он не сказал, куда направлять? Нет, издаётся мне. Он и сам этого толком не знал. Что такое? Он искал работу. Но прежде чем мы успели это обсудить, появились какие-то ребята и уволокли его. Кто? Кто? Это были люди Винчи. Сказали, мистер Винчи хочет с ним поговорить. Куда они могли поедать? Нон Лосо. Может, в Моно Лизу? Это их бар. Чёрт. Что-то не так? Да не, всё хорошо. Не знаю. Скажем так, мы сейчас не в лучших отношениях с мистером Винчи. Да, у Джо был нерадостный вид. Ах, как мне это не нравится. Надо выяснить, что происходит. Надеюсь, ничего серьёзного. Буана Фортуна, Вито. Буана Фортуна, всё. Да, в тебе. Да, ТБН. Итальяшка, блин. Так, я пропустил сейчас поездку к Эдди, окей. Которая, в принципе, была не нужна. А если бы я сразу поехал в Моно Лизу? Интересно, что было бы. У меня бы сразу скрипт прошёл или нет? Так. Водись, научитесь. Я вообще-то нормально вожу, не то, что вы. Вы вообще пешком ходите. У меня хоть машина есть. Я, кстати, её даже пока что не разбил. Ну как там? Царапины какие-то есть, наверное. Потому что я всё-таки... Ну, не то, что прям врезался, но чиркал. Другие машины. Оно, блядь, занесло мощностью. Перевозовал. О! Вот сейчас разбил. И то разбил всего лишь левую заднюю фару. Стёкла все на месте. Блин. Я не смотрю, куда еду. Блин. Но машина прямо вообще не хочет ехать. Вообще ни при каких условиях. Ага. Тормозим. Здрасте. Можно? Можно. Скрипт сработал. Благо, всё хорошо. Привет, парни. Ну и наглец же он. И я тебе рад. Не свелись. Эй, послушай доброго совета бармен. А то у него пальчики подрагивают. Во-первых, прошу медленно бросить оружие на пол. И без глупостей, пожалуйста. А то у бармена пальчики подрагивают. Шигеть бармен. Я без оружия. Ладно, так зачем ты пришёл в него? Мы тебя не ждали. Я ещё Джо Бармен. Я слышал его зацапали твоих барменов. Возможно. Ты что-то задумал. Мы с Джо тебе ничего не сделали. Мистер Венча думает иначе. Он хотел получить объяснение. Их тут Джо сейчас и даёт. И раз уж ты заглянул на огонёк, почему бы тебе не присоединяться? А если я не захочу? Эти пушки говорят, что хочешь. Ну не волнуйся. Там отличный вид. Угу. Сейчас будет перестрелка. Ну, кстати, не такая же и долгая глава. Что-то у меня тфу-тфу-тфу получается. Пока что быстро пройти. Придурки пошли отлить. Клёво. А вот скажи, какого чёрта мы здесь делаем? Этот старый козёл Венчи не видит, что у него под носом. И надеется, что я ему покажу. Идиот. О-хо-хо, сладкая парочка уже здесь. Добро пожаловать, Витя. Что происходит? Тебе не с чего с нами так поступать? Ни с чего? Ни с чего? Сначала история с Лео, а потом в городе начинается полный бардак. Китаёзы сходят с ума. Все словно опалаумели. А теперь желтокожи ещё и меня пытаются убить. Никакого порядка. Я слишком старый. Вот так что будь добр. Расскажи, что за хрень происходит. Я весь в нём. Мистер Венчалов, я без понятия, что происходит. Поверьте, мы с Джо тут ни при чём. Почему Вита даже не били, а? Это не то, что я хотел услышать. Ну так это не наша проблема, потому что мы вообще ничего не знаем. Это плохо. А, ну всё-таки ударили его один раз так. По приколу. Но у него даже, вон, ни синяка, ничего. Надо что-то делать. Хорошо. Пробуем выводу трёху. Давай, помогай. Один я не справлюсь. Ладно. Раз, два, три. Раз, два, три. Ещё. Раз, два, три. Опа. Ну вот и всё. 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 Дай пистолет. Нет у тебя пистолета. Окей, возьмите оружие. Сейчас мы потихому всё сделаем. Ты что, меня не видел? Такое вообще бывает. Минус один. Ну потихому тут пройти нельзя вообще никак. Я как бы пробовал. Поэтому, раз нельзя пройти по-тихому, мы идём сразу на пролом. Хотя, подожди, сейчас вот этого ещё скину. И пойдём. Минус. Ага. Идём вниз. Вот. Всё. Ну то есть, как бы тут уже не пройдёшь никак. Ну то есть, смотри, они как бы у них диалог проигрался, но они всё равно стоят. То есть, тут выходов как бы больше. Подожди. Я, конечно, всё понимаю. Но, возможно, тут есть проход ещё какой. Давай попробуем. Ну просто по приколу. Скорее всего, у меня, конечно, явно ничего не получится. Вот. И по-тихому выйти отсюда, ну, невозможно. Тут один проход только. Ну вот. Ну а вдруг? Вдруг я чего-то упустил. Возможно, я чего-то не знаю. Мы вот этого на всякий случай убьём. Чтобы он нам точно не помешал. Ага. Минус. Всё. Мы наверху. Мы наверху. Всё у нас хорошо. Можем тут бегать. Выше нам подняться нельзя. Насколько мне известно. Вот. Там уже край. Какой шум-то, блядь? То есть, смотри, меня уже спалили. По сути. Вот. Поднимаемся наверх. Тут, ну, как бы ничего нет. Возможно, там... Блядь. А, ну то есть, меня ещё не спалили. Тут никак не спуститься. Если я спрыгну прямо вот сюда... Ну, я сюда не спрыгну. Тут ограничения. Тут я нигде не пройду, чтобы их как-то бесшумно убить. Тем более, их троих. Нужно обойти. Но обойти их вообще, ну, никак нельзя. Он тут нигде не залазит. Тут один проход. Придётся стрелять. Хотя, подожди. Подожди. Я тут первый раз, но... Мне понравился вот этот лифт. Но он, блядь, не работает. Так что, с уверенностью могу сказать, что... Как бы бесшумно тут не уйдёшь. Ни при каком раскладе. Чё ты заебал, блядь? Где вы? А, вон они. Чё мне их начинать гасить? Ну всё, они засуетились. Блядь, тихо. А если они сейчас подниматься начнут, вообще нехорошо будет. Минус. Давай, Джо, пойдём. Да-да-да, уходи, уходи. Блин, Джо, ты... Всё испортил. Как всегда. Чего? Ты издеваешься? Блядь, я полчаса потратил на то, чтобы... Твою, твою, мать. Да реально, блядь, мать твою какую-то, блядь. Возьмите оружие. Как что за шок? Тебя ебать не должно, блядь, давай. Ушли. Ой, ладно, всё. Теперь действуем. Действуем быстро, но... Но разумно. Быстро, но разумно. Правильно? Правильно. Сейчас всё сделаем по красоте. Убиваем этого. Забираем у него ствол. Ну, конечно, выбрасывать его было не обязательно. Ладно, похуй. Ой, погнали. Того, я надеюсь, Джо убьёт. Эй, что это было? Это было? Твоя смерть. Братан. Высоко тебе лететь, но ты уже мёртвый, поэтому тебе пофиг. О, тут уже все знают о нас. Тут ещё один чувак. Ну, тут Джо справился? Да, Джо справился. Джо, давай ты первый тогда уж. Как же ты убиваешь их, а? Так, Кольт. Полуавтоматика. Надёжная полуавтоматика, как говорили нам в первой части. Ну, куда ты не пойдёшь. Так. Минус. Почему у него так же Кольт был? Почему они так быстро убивают? Давай, Витя, пойдём. Вот мне что. Опа, опа, парни. Очень красиво. Сейчас, погоди. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Минус. Дайте мне Томпсон уже поскорее, я хочу. По-быстрому с ними расправиться. Иди вперёд, я прикрою. Да, конечно, как всегда, Джо. Я вперёд, я прикрою. А в случае чего-то, мне первым умирать. Махнум. Махнум. Мне Махнум не нужен, я не люблю Магнум. Пять, просто с одного патрона я уже почти мёртвый. И как они так быстро ещё попадают, типа? Вообще дебилизм. Вот как он знал, что я сейчас выйду? Не, ну понятно, он слышал. Ага, отстрелишь, конечно. Чё там такое? Взять дробовик. Вообще, лучше бы Джо его дать. Вида, иди сюда. Тут можно выйти наружу. Да можно, можно. Сейчас выйдем. А, вот сюда. Wherever you say. Ой, блядь. Тут гандоны какие-то лезут. Блин. Я не вижу, кто в меня стреляет, Джо. Вот хоть убей, не вижу. Тут, блин. Тут уже серьёзно всё. Тут уже, ребята, это с автоматами, с дробовиками. Блин, я же, я что, выше попал? По сути, должны до него было бы долететь. О, у Джо тоже дробовик появился. Ну, я за него рад, если честно. Всё, братишка. Усни, блядь. Нет. Давай, надёжная автоматика. Точнее, полуавтоматика. Минус. Чё у них за оружие было? Блядь! У них уже томпсоны. Это перебор. Джо, ты чё стоишь? Нормально у тебя всё, да, по жизни? Шикарно, да? Нормально. В тебя почти не попадают. Давай, последний. Так, Герман, ты что стреляешься против них? А как мне не стреляться, если они меня хотят убить? Так, сразу берём Грисган. Томпсон, отлично. Томпсон, самое лучшее оружие. Так, Томпсон, который короткий. Потом, там у одного винтовка, по-моему, была. Да, 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 М1 Гарант. Всё. В принципе, я слышу, как полиция подъезжает. Гранатки. Гранатками я вообще не пользуюсь, но... Почему бы и нет? Лишним оно никогда не будет. Ага. Ну, тут сейчас будет финальная перестрелочка. Здравствуйте, господа. Мафиозники. Кто там? Так, вроде пока справляемся. Правда, я не вижу, куда стреляю немножко, но... Ну, вроде как я убиваю кого-то. Это хорошо, это очень хорошо. Окей. Идём дальше. Их очень много тут внизу. С этой стороны. Так, трое. Их было в машине трое. Никто не выжил. Залетели под камаз так, что срезала крышу, блядь. Кто? Где вы, ребят, ну? Всё, ласт остался. А. Всё, я всех убил, да? Осталось только выйти. Где выход? Джо. Ух ты. Пошёл ты лесом. Пошёл ты лесом. Ух ты. Чего я первый раз такое вижу? Серьёзно? Он сдался, а его... Я такой диалог первый раз вижу. Давай, иди сюда, Вита. Блядь, восемь патронов всего на М1 гаранде. Ох, отвези меня к Альгреку. Ладно, сейчас доставим тебя к Альгреку. Сейчас доставим, только нужно... Хочу машину получше. О, нашёл. Спорткар практически. Открываем спокойненько. Пока Джо добежит как раз. Джо, да садись. Давай. Погнали. Вот сейчас самое главное, чтобы скрипт сработал. Потому что если он не сработает, то это пиздец. Ох, как будто болит. Так хоть больно. Они мне в рёбра передали. Полегче. Альгреку тебя починят. Да, конечно. Ой, блин, кашляют. Вот и мне каждый раз пером под рёбрами гоняют. Чем больше дёргаешься, тем хуже тебе будет. Слушай, Витер. Спасибо, что пришёл на помощь. Не рисковал, слышал бы. Мы же с тобой в одной лодке, а? Как всегда. Теперь расслабься уже, пока ты мне все штаны кровью не залил. А то, правда, придётся перо тебе суть. Нашёл, мать твою, время комедию ломать. Да, нормально, Джо, нормально. Ой, блядь! Ну, я реально не думал, что всё так закончится. Вита, они меня здорово отделали. Кажется, мне нужен врач. Ладно, сейчас доставим тебя к рекламе. Ладно, жалко такси нельзя воспользоваться. Вылазь нахрен! Давай, пока, таксист. Я хотел просто срезать. Типа, это такая стандартная срезка, и многие пользуются. Но что-то пошло не так, видимо. Ну, ничего, на этой машине будет побезопаснее. Хотел бы в том плане, что она не разгоняется. Да, машина, конечно, намного хуже. Эй, мы же с тобой в одной лодке, а? Забыл? Мы же с тобой в одной лодке, а? Как всегда. Ну, ты расслабься уже, пока ты мне все штаны кровью не залил. А то, правда, придётся перо тебя ссунуть. Нашёл, мать твою. Время комедию ломать. Ну, чё? Дубль два. Пролетим, не пролетим. Вообще, нужно это всё делать, наверное, на меньшей скорости. Потому что, блин... Вид, реально, я сейчас опять что-то пойдёт не так, если... Блядь, по-моему, всё повторяется. Ладно, парни, всё-всё-всё-всё-всё, блядь. Когда торопишься, становится только хуже. А мы торопиться больше не будем. Они меня здорово отделали. Да-да-да, сейчас... Первая уже машина, которая проезжает, забираю. Давай, Эль Грека. Давай, давай, вот. Нормальная машина, нормально. Конечно, не предел мечтаний, но... Лучше, чем пешком, да, Джо? Монета у нас убьёт. Да нафиг ты мне нужен. У меня тут своих проблем по горло. Микки Джекпот, привет. Блин, отвлёкся, машину разбил. Ну, пофиг. Полегче. Эль Грека тебя починит. Да, конечно. У тебя много подписчиков, и нема зрителей ору. Да? Сам ору от этого. Зрителей вообще нет. Хорошо, хоть ты зашёл. Два человека уже хорошо. А то иногда бывает и по ноль. Я сам для себя тут стримлю. Типа, ну, просто время своё провожу. По приколу. Ну, иногда заходят такие, как ты. Комментируют что-то иногда. Но такого, чтобы меня кто-то смотрел, и по многу такого не бывает почему-то. Люди от меня отворачиваются. Подписываются и забывают обо мне. Ну, типа, пофиг. Я уже с этим смирился, на самом деле. Мне абсолютно не важно, сколько человек меня смотрит, и смотрит ли вообще. Я делаю это для себя. Мне весело. Мне весело играть. Я вот допрохожу игру свою любимую. Правда, уже, честно говоря, чуть поднадоевшую. А что именно ты стримишь? Да стримлю CS GO, там, Mafia 2, вот, прохождение, там, типа. Мне так-то пофиг, что стримить. Главное, чтобы мне нравилось, и чтобы на компьютер. На компьютер. Типа, эта игра, эта как-то, шла нормально. Что делать с деньгами? Отвези Бруно. Ладно. Вон та провинцию, кстати, играет, тоже стримлю иногда. Ну, как, летом-то я стримил, сейчас уже не так. Добрый вечер, господа. Что с вами случилось? Мне обрали задницу. И я харкую кровью. Что за день такой? Тут еще один из ваших. Что? Его зовут Антонио Бальзам. Тонио Бальзам? С ним что? Кто-то его крепко одел. Баю, что он больше не сможет ходить. Может, его. Это тебя удивляет. Вся эта кровь. Смерть. Вы сами выбрали такую жизнь. И не поздно везение кончено. Кто? Ты? Нет. Порали, док. Есть время подлатать Джо? Да. Нам придется подождать, пока я закончу с Антонио. Ну, ладно, док. Ладно. Заходи. Главное уладь все с Бруно, хорошо? И Север. Майнкрафт? Ну да, и Майнкрафт. Я же тебе говорю, мне пофиг вообще сейчас стримить. И в Майнкрафте иногда бывает весело. Это ж культовая игра. Игра на все времена. Кто не играет в Майнкрафт? Так, так, так. Блин. Ой, как всегда машины уехали. Вот тут остановилось какое-нибудь сломанное такси, да? Правильно? Ты через ноут? Да, да, я через ноут. Поехали. Че, дедок, ты возражаешь, я так понял, да? Блядь. Засмотрелся. Ну, бывает. Извини, таксист. Брат-таксист. Ну, песня еще такая успокаивающая. Не знаю, слышите вы или нет. Скорее всего, нет. Но все же. Мне очень нравится. Такая спокойная, умиротворенная. Блядь, что-то пошло не так вообще. Мне не нравится на этой машине ехать. Давай угоним нормальную точилу. Придется, конечно, окно разбить, потому что мне лень все. Если там отмычки подбирать. Вот. На Смит Кастом 200 доедем. Да, конечно, на реалистичном управлении тормоза абсолютно по-другому работают. Они, типа, не такие резкие. Типа, видно, что ты тормозишь, а машина начинает нести. Блин, да что ж такое-то? Прямо не могу ехать. Пускайте меня, парни. Мне нужно спешить. А то сейчас Бруно закроется. Я, наверное, в прошлый раз просто не успел до Бруно доехать. Он закрылся. И все. И, в общем-то, игра на этом окончена была. Но в этот раз я намерен успеть. Сколько там ехать-то к нему? А, ну я, в принципе, могу с моста спрыгнуть. Чтобы время не терять. Там, на этих съездах. Да, я, скорее всего, просто с моста спрыгну. Там же можно, по-моему, с обоих сторон спрыгнуть. Так, 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 тихо, тихо, тихо. Так, вот тут, по сути, съезд. Но мы воспользуемся другим съездом. Более интересным. Так, по-моему, вот тут уже пора спрыгивать. Ой, чего, блядь? Блядь. У меня печальная новость написал мне друг. У меня тоже печальная новость, блядь. Я разбился. Сука, машина еще не нормальная. Ну, типа, нормальной ни одной нет. Ладно, пофиг. Нужно довольствоваться тем, что есть. Да, вылезай, братан. Он просто мафиозник. Я не хотел, чтобы он... Меня начал стрелять. Поэтому. Поэтому я его убил. Да. Опять поедем через мост. Но в этот раз мы спрыгнем. Блядь. Вообще разучился ездить. На машинах в этой игре. Я ведь умел ездить так, что, типа, без единой аварии, там, на скорости. Но сейчас что-то идет вообще не так. Просто любая встречная машина моя. Все потому, что... Все потому, что я не на той машине ездил. Вот сейчас я возьму. Chevrolet Bel Air. Ну, типа, Chevrolet Bel Air. И нормально все будет. Поехали. Сейчас опять по срезочке. Вот по этой. Надеюсь, что мощности хватит. В противном случае придется пешком в гору подниматься. Ну, должно хватить, я дома. Давай, задний привод. Тащи, тащи, тащи. Давай, давай, давай. Заедем. Давай, давай. Чуть-чуть осталось. Все. Не заехали. Ну, ничего страшного. Сейчас поймаем тачку. Какую-нибудь. Вот, давай, допустим, это. Стоять. Блядь. Стоять, я говорю. Хотя, можно, знаешь, как сделать. У меня тут белый с серьезным оружием. Понял. Конечно, нахуй вертал сейчас конкретно. Я мог его спокойно убить. Мне бы не дали розыск. Если бы я одного убил, по-моему. Ну, по крайней мере, мне докажут, что мне бы не дали розыск. Вот. Но сейчас я что-то сделал не так. Ну, ладно. Зато доедем с комфортом. Это пока что самая быстрая машина, которая встретилась мне на улице. Она же полицейская, форсированная. Едем уже 120. Ну, вот, максималку, я так понял, развили. Сейчас вот 120, она дальше не поедет. Я думаю, а вот даже. 120 нет, и уже я вижу, что спидометр все закончился. То есть он дальше уже не ползет наверх. Так, в этот раз аккуратней давай все сделаем. Сказал я, и просто на скорости 100 залетел в город. Так, 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 так. Так, ну я же никого не убил. Ой. Извините. Парни, реально не хотел. Ну, если сейчас у меня что-то не получится, то я не буду это заносо проходить. Так, дверь блестит. Зайти могу. Эй, мне нужен Бруно. О, господи. Скрипт сработал. Давай, открывай. О, да, все, мы сегодня пройдем игру. Больше проблем никаких не будет. Ты принес мне деньги? Или хочешь продлить срок? Да нет, все принес. Ха-ха. Принянация немало удивлен. Я слышал, что у вас возникли проблемы. Да, Верги. Не, никаких нет проблем. Мне сказали, Генри погиб. Меня это очень огорчило. Айзек, считай. Айзек, считай. Значит, ваше предприятие было успешным. Успешным, да. Деньги я вернул, так? Конечно, конечно. Только вот весь город стоит на ушах. Китайцы решили, что итальянцы на них напали и пошли войной на Винчи. Это нехорошо, нехорошо. Это имеет отношение к тому, зачем вы занимали деньги? Прости, Бруно. Это не твое дело. А, спасибо, Айзек. Значит, долг погашен. Я даже не знаю, как тебя зовут. Скалетто. Вита Скалетто. Вита Скалетто. О, Скалетто. Я знал одного Скалетто. Признаюсь. Да. Ты лучше жил, чем пол. Угу. За него пришлось расплачиваться его бедной жене. Как это у тебя, мой отец? За него бабки. Яблоко от яблони, Вита. Твой отец. Яблочко от яблони. Я вижу, ты не одобряешь. Но я же не заставлял его влезать в долги, так и верно? Так же, как и тебя. Угу. Если понадобится деньги, ты знаешь, где мне есть. Точно. Че, Лютый? Какие у тебя проблемы? Че, все, в армию забирают? Последняя глава. В смысле? Так, подожди, вот это мне не нравится. Куда ты поедешь? Я не мог заснуть. Ты, это... Дела шли паршиво, и грозили стать еще хуже. Рано или поздно, правда, всплывет. И тогда на нас ополчатся не только Винчи и китайцы, но и фальконы. Не так я себе все представлял, когда мы начинали. Че, Ванька, я тебе не верю. Деньги, машины, женщины, уважение, свобода. Я все это даже получил, более или менее. Но вместе с тем пришли тюрьма. Тюрьма, да. И кровь моих товарищей. Я держался на плаву сколько мог. Но шансов становилось все меньше. Теперь это был только вопрос, Лютый. Почему ты не едешь? Че не так? Фух, все. О, смерть. Да, алло. Витал, это Эдди. Слушай, приходи и... Дай угадай. Ты хочешь, чтобы я приехал к тебе с пушкой прямо сейчас? Как ни странно, нет. Карл ждет тебя в планетарии. Он сказал, в чем дело? Нет, лучше приезжай сейчас. Не заставляй его ждать. До встречи, Витал. Хм. Почему не дает? Так. Рубашка. Ну, давай в рубашке так же, как и в прошлый раз. Пофиг уж. 500 долларов у меня есть. Может, давай покушаем, что ли? Или пивка бахнем. Прям с утра. А то что тут настроения прямо нет. А, да у меня, блядь, собственно. Только пиво в холодильнике есть. Ничего страшного. Ага, скрипты. Скрипты. Мистер Скалета, садитесь, пожалуйста. Эй, старик, ты вернулся, да? Давай, лезь в машину. Но? А вы... Это наш друг. Мистер Чум. Да, да что за хрень творится, Леон? Что такое? Это из-за тебя. Ты капитально облажался. Войну, блин, устроил. Понятия не имею, о чем ты говоришь. Не хитри мне, парень. Я об этом бизнесе забыл столько, сколько ты в жизни не узнаешь. Половина наших убитых, половина людей мистера Чума. Убитые. А теперь еще федералы дышат нам в затылок. Из-за тебя. Леон, слушай. Ты слушай. Если бы не я, с тобой бы уже давно разобрались. Так что выслушай, что я тебе скажу. И выслушай внимательно. То, что ты натворил в китайском квартале, это из-за того козла Генри, так? Ты знаешь, на кого он подал на козло? То есть, когда его на фаршку стилят? Он работал на федералов. Он сучился. Поэтому парни мистера Чутака поступили. И поэтому теперь федералы висят на карму. И вообще водила за рулей не держится. Но я, друзья, не забываю, Миттон. Ты спас меня, а я тебя. Я поднял свои связи и выбил тебе один шанс исправиться. Ладно, я слушаю. Убери карму. Сделай нам одолжение. А если я откажусь? Умрешь. Рынко-комиссия голосует за твой труд. И мистер Чу. А ты еще и поручился за крысу. Ты думаешь, Карло, это тебе спустит? Ты еще и поручился за крысу. Ты думаешь, Карло, сейчас. Ты еще и поручился за крысу. Он окопался в своей обсерватории. Знает, чем парень. Карло Фальконе, кто угодно. Только не дурак. Не дебил. Ладно. Остановить. Ладно, остановить. Помни, мальчик. Это твой последний шанс. Ну, честно говоря, делов они наворотили, конечно, конкретных в городе. И то, что ему так повезло. Кстати, в кат-сцене, по-моему, черный был лимузин, а тут он темно-синий. То, что ему так повезло, что ему дали возможность искупить свою вину кровью. Я считаю, что это огромная удача для Вита. Вот. Поэтому давайте, не откладывая в долгий ящик. Пивка мы бахнули с утра. Сейчас машинку угоним. Блять, копы. Я не хочу вам платить. Сука. Ну, я просто хочу на этой машине ехать. Но платить я не хочу за нее. Блять, они же не отстанут. Они меня сейчас протаранят. Блять, дебилы, а? Вот стоило оно того или нет? Ты столько просто имущества уже попортил. Как бы меня можно уже и не догонять. Тебя все равно уволят, блять. Вот кто так ведет погоню? Ты мне скажи, а если я разобьюсь? Я всего лишь подозрение в угоне. Ты даже не уверен, блять, что я ее угнал, нахуй. Ты понимаешь? Такая хорошая машина была. Я думал, сейчас спокойно доеду. Но чудес не бывает. Придется ее менять. Ну, ничего, сейчас поменяю. Дело пятое. Блять, копай опять. Сейчас доедем нормально все. Так, что? Дубль три? Или какой там дубль четыре? Тут-то я уже приторможу, ребят, вы не бойтесь. Ой, машинка закончилась. Ну, ничего страшного. Сейчас другую найдем. Что, оружие есть? Оружие есть. Что? Ты знаешь меня? Ты сказал, эй, Вита, нарываешься? А, ну то есть меня уже весь город знает, да? Понятно. Уже все знают, что такой Вита с котлетой, блять. А машин по-прежнему нормальных нету, кроме коповской. И что делать вообще? Непонятно. Я не хочу на таких машинах ехать. Я хочу на нормальной, мощной машине доехать. Но, видимо, так не получится. Алло. На такси ехать? Блять, слушай, как назло. Ладно, давай тогда коповскую угоним. Стоять! Вылезай, нахуй. Возможно, угонщик. Угонщик, блять, еще какой, нахуй. Давай. Написание, рост меня. Да пошел ты, нахуй. Ясно. Мне все равно, блять. Буду стрелять на поражение. Кто? Откуда ты знаешь, что я вооружен? Вас понял. Мужики, ну, что-то как-то это... Фигово, вы встали? Блин, вот так атмосферно было, а? Я бы сейчас ехал в эту горку. Дождик бы шел, а? Спокойно, так уютно было. А сейчас я вынужден скрываться от полиции. Блять, еще и заехать не могу в эту горку. Давай, давай. Все, тихо. Ограничитель поставили. МС-153. Еще окно у нас разбито одно почему-то. Блять, тачку перевернул. Что с этой игрой не так? Почему я просто в момент разучился рулить? Так, нормально, проехали. Так, 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 тихо, тихо. Ну, куда тебя несет-то, а? Просто в пору доехать задним ходом. Она шлифует задним, будь здоров. Ладно, мне надоело эта машина. Блять, но если бы это было в жизни, я бы уже, наверное, умер. Ну, так меня просто телепортировали. А, черт, бежим. Ладно, все-таки проедем вальяжно, спокойно, на Хостен-Васпе. О, вот, кстати, вот эта машина нормальная. Она не шлифует, из-за того, что она не такая мощная. Вот, и к тому же она, вот, я, мне на ней уже удалось разогнаться. Да, ну, конечно, управление она теряет так же быстро. Особенно в дождь. О, копы. Как ты меня, вот как ты меня узнал? Ты мне скажи, как ты меня узнал? Я ехал ровно, не нарушил правила. Я даже не превышал. Ладно, это уже вообще никакого значения не имеет, потому что больше с копами я в этой игре не увижусь вообще. Все, это, наверное, была последняя авария в моей жизни. Потому что дальше будет перестрелка. Конкретная. Короче, я ебал. Привет, Витал. Босс хочет тебя видеть. Круто. Я бы тоже его повидал. А что, у тебя вообще нет никаких вариков приехать? Ты одно, Витал. Отдай мне ствол. Ну ладно. Держи. Неплохо. Где его так научили стрелять, а? А, ну он же на войне был, я забыл. Так, сейчас произойдет небольшой ПП. О, у меня нет Томпсона. А пацаны сразу же с Томпсонами на меня. А, ну у меня есть вот такой Томпсон. Полицейский. О, убил. Прикинь. Помню, тут в самом начале тоже много раз фейлился. Почему-то. Сейчас тут вообще ничего сложного нет. Да кто там стреляет-то, алло. Все, давайте мне Томпсон, вот этот большой. Сейчас его перезаряжу. Так. У меня на карте 500 рублей. Плохо, плохо. Этого не хватит даже на сидячий вагон. Так прикольно. После смерти у всех шляпа падает. То есть пока он живой, у него ни при каких обстоятельствах шляпа не слетит. А тут вообще раз и все, и шляпы нет. Брат, вот это опасно было. Ой-ой-ой. Тихо. Минус. Я знаю, что вот оттуда сейчас будет чувак стрелять или что-то. Короче, вот там, с крыши. Это я помню, слава богу. Ой, блин, откуда? Вы видели, он спрыгнул? Я что-то не заметил, он откуда-то спрыгнул. И все, меня убил. Ладно. Вообще не проблема. Так, идем сюда. Че, сосиски стынут? Все, посмотрим, какие у вас сосиски там, блядь, стынут. Так, еще там, чувак. Все, давайте мне мой этот, мое любимое оружие. Самое лучшее оружие в игре, блядь. Я пошел. Так, ты с крыши не до... Как я не добил? Я видел, что у него... Что у него аж оружие из рук вылетело. Как я мог его не добить? Это вообще глупость какая-то. Ай, блядь. Ты че, блядь? Вита, Вита. Надо было в рукопашный идти с ним. Ладно. Не знаю, какой уже дубль, но... Типа, пофиг. Все. Побил пацанов. Здрасте. До свидания. В принципе, если вот так вот прям вот бежать на врагов, то враги очень легкие. Они реально не успевают тебе ничего сделать. Ой, 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 блядь. Опять, опять та же ситуация повторилась. Я начал перезаряжаться в самый ненужный момент. Так. Теперь посмотрим, как я сверху не добил. Вита с котлетой Рэмбо. Вита Рэмбоза, да. Минус. Так, вот смотри. Вот сейчас я его убил. Остался наверху. Я живой. Я помню, я вот... А-а-а. Может... Вот, типа, вот он упал. Все он... А-а-а. Понял, да, что было? То есть он, типа, свалился и мертвый в меня начал стрелять. Вот почему я умер. Ну, вообще, блин, глупости какие-то. Тихо. МП-40. О, я люблю МП-40. Давай возьмем ее. Ой, блядь, меня уже понял. Я боковым зрением почуял, что что-то не так. Хотел стрелять, но там никого не было. Так, ой, блядь. Он сам себя убил гранатой, нормально? Блин. Сохранялка прошла, нет, я не видел. Пожалуйста, сохранялочка. Ну, я тут надолго я чувствую. Да что ты меня стреляешь, а? Что-то пошло опять не так. Блядь. Меня бесит. Меня это бесит просто. Я не могу. Так, все, берем оружие, нормально. Вот как он меня... Почему он меня так рано начинает стрелять? Я всегда успевал... Вот стой, прячься. Сейчас убьют. Так, осталось двое. На этого не обращаем внимания пока что. Чё? Ээээ, брат! Тихо. Минус. А, смотри, у них еще... Раньше у него был с круглой обоймой Томпсон. А сейчас у них Томпсон с обычной обоймой. То есть у них еще оружие меняется в руках? Просто минус четыре. Блядь, я его убил, он все еще в меня стрелял. Потом за Логаном поеду. А, я понял, понял. Короче, ты будешь на Логане ездить. Минус. Остался наверху. Вот смотри, я его типа убиваю. Вот, он падает. Вот смотри. И типа у меня начинает стрелять. Видишь? Вот это меня в прошлый раз убило. Также берем МП-40. Блядь! Там же не было никогда никого. Алло. А, смотри. Был это предугадать. Вообще непонятно. Да, конечно, МП-40 не такой мощный, как Томпсон. Но нормально. Мне нравится звук стрельбы. Так, кто там еще? Минус. Еще за это, типа, такая привычка перезаряжаться каждый раз. Блядь, как ты выжил-то? Вот тут уже должна пройти сохранялка по-любому. Да, сохранение. Все, мы в помещении. Сейчас тоже будет лютый замес, я так понял. Обсосок, блядь. Кто из вас? Ну-ка, кто там обсосок? Кого ты там обсоском назвал? Сейчас мы с тобой потолкуем. Я тут всех сейчас перевалю. Сука. Ну давай, вылазь. Давайте, ну че вы там? Ладно, я знаю, что вас развеселит сейчас. Че, он гранату не может кинуть? Че, я не могу кинуть гранату. Ну-ка, подожди, а с этой стороны. Я не могу кинуть гранату из-за укрытия. Во, вот так могу. Ну не... Ну так не надо ее кидать. Блядь, че-то он странно их кидает. Он раньше так не кидал. Ну я, конечно, гранаты особо-то не кидал мафии, но... Давай, кто там еще есть? Ага, с дробовиком на такой-то дистанции. Ты же молодец-то. Минус, еще двое. А может и больше. Трое. Да, ну к Томпсу он вообще, типа, никаких вопросов нет. Он убивает очень, очень быстро. Кто? Просто с одного... Герман, не матерись, прошу. Я не могу слушать матерки. Ну окей. Хорошо, я тебя понял. Все, не матерюсь. Чтобы ты не слушал матерки. Кто? Кто? Я даже не видел, кто меня убил. Нет, ну тут, типа... Тут вообще торопиться не стоит. Потому что... Тут слишком их много. И не предугадаешь, откуда они вылезут. Вот смотри, вот тут он уже... Он уже полез наверх, смотри. Убери его скорее, лоды. Убери его скорее. Ничего, что я тут до вас еще человек сто убил. Блин, больно, на самом деле. Троповики эти... О-о-о-о-о! Блин. Герман, зачем он полез наверх? Да я-то откуда знаю, зачем он полез наверх? Ты такие вопросы тоже всегда задаешь. Я как бы... Не на все вопросы твои могу найти ответ у себя в голове. Он, наверное, от страха полез наверх Ему показалось, что там безопасней Так, всё, тут никого нет Дальше, сейчас будут выходить Вот как он мог с такого расстояния попасть в меня с дробовика так, что я сейчас умру Это же нереально Вот если я сейчас буду стрелять в него с дробовика Мне патрон 10 потребует, чтобы его убить Чё, всех, что ли, перевалил? О, это этот Тесла-шар Блин, завораживает Ой Ой, мужики, мужики, подождите Я не был готов к такому явно Я чё-то на Тесла-шар засмотрелся На телефоне подтянет игру Мафия у меня на телефоне Нет, на телефоне нет мафии Это компьютерная игра Да умри ты уже Чё ты такой бессмертный? Так, чё тут у нас? Ага Непонятно Ну ладно Так ше быть Всё, финальная катсцена Ну как финальная? Одна из сейчас Типа сейчас и ещё одна будет И ещё одна Смотрите, кто пришёл Финальный бой Скажем так Убий всех Беременяет и прощён Ты правда думаешь, что они спустят всё, что ты на твоём? Ну, шестёрки никогда не видят всей картины Да На твое приятие всё, поняла А, Джон? Это что за хрень? Я могу спросить тебя о том же Верность странная штука, да, Вита? В этом деле друзей не бывает Твой дружок, Лео, тебя этому не научил, пока ты у него сосал за решёткой Хе-хе-хе-хе Ты просто шестёрка, Вита И всегда я люблю Когда ты наконец поймёшь Просто доверься мне Думаешь, не менее класть на федералов и этих старых пердунов из комиссии? Они используют тебя, видимо Как Клеймен ты использовал Как я тебя использую Как эта крыса Генри Ты поручился за эту мразь Привёл его в мой дом А теперь тупой болван Ты из этого завател Конечно Давай, Джо Давай, Джо Собираешься нажать на курок? Ну, давай Чего ты ждёшь? Вита Давай убьём подонка На счёт три Раз Два Три Так В армии научили, да Как твоя сестра стреляет? Я вообще-то нормально стреляю Ой, подождись Я захожу Патроны закончить, представляешь Я уже взять Да ты что Ты в конец свекнулся Да? Я посмотрю Давай уже А Блять, откуда он говорит? Он говорит вот прямо вот отсюда Типа серединки, я слышу Но его тут нет Так, давай, короче, последнюю гранатку Я не знаю, где он там забылся А, ещё один Давай ещё одну гранатку Ой, бля Это он Кто же Ай, конечно, он от гранаты не умрёт Это же скриптованный чувак Сейчас перезарядимся Давай, Джон, пошли Давай, давай, попробуй Всё, ты стрелять вообще не умеешь Блин, ты как-нибудь определись Умею я стрелять? Или нет? Ты в конец свекнулся, да? Где он? Так, минус Ещё минус А, вон он, всё, он вылез Чё? Их там всего твой А, нет, не он Ну ладно Он всё равно оттуда вылезет, поэтому Погнали У меня уже эти закончились Вот он Придётся убить его из МП-40 Из его же оружия Ну что ж, финальная катсцена Поздравляем, мы прошли игру Последние десять лет я только убивал И всё Я убивал за свою страну Убивал за свою семью Убивал всех, кто переходил мне дорогу Но это Это для меня Пошёл ты Долгого хрена Открыть именный альбом Очень надеюсь, что вы знаете, что делаете Не волнуйся, всё намази Увидишь Так, о чём он тут говорил? Он сделал мне предложение Да, это-то я понял Какое предложение? Он хочет, чтобы я тебя убрал Он сказал, что сделает меня капа Даст свою команду В общем, всё, о чём я мог мечтать Да? Почему ты этого не сделал? Помнишь? Ты мне пять баксов пробовал Пять баксов должен О, слушай А Томпсон реально помощнее будет Реально Просто это Ну, типа Планета быстрее крутится Зачем я стреляю? Просто уже это Если я Ну, я как бы уже всё Игра закончена больше Пострелять не получится Чё, Джо? Последний раз на тебя смотрю Прощай Это ещё что? Порядок, Джо Готово? Готово Ну ладно Тогда ей что отпраздновать Поехали Навестим девочек Мне нравится Пошли со мной, Витам Нам нужно ещё поговорить Вот опять лимузин чёрный А тогда они приезжали На тёмно-синё Ладно, увидимся там Ладно Что там за тайна? Эй, эй Куда они везут Джо? Куда они везут Джо? Прости В жоп сделку не ходи А глазки-то дрожат Ну всё, Джо в сделку не входил На этом заканчивается эта история Правда Давайте выйдем сразу Типа Очень Очень грустная Грустная концовка Вот Жалко, что я Типа Только Когда второй раз игру проходил Я Вникался вообще в сюжет Потому что когда первый раз проходил Я просто все катсцены скипал И вообще не понимал Что там происходит Вот А когда её прошёл уже во второй раз Вот Было, конечно, так же интересно Потому что сюжет был И игрушка на тот момент Ещё была Была довольно свежая И в неё было очень приятно играть Но Я немножко уже знал Что типа там будет Тюрьма Будет То, что там Ну какие-то моменты Вот То, что в обсерватории Всё закончится Вот И когда я уже играл И типа сюжет В сюжет вникал Вот Было, конечно, безусловно интересно Но Если бы я прошёл изначально Вникаясь в сюжет Было бы намного лучше Вот А вообще игрушку я проходил Наверное раз сто То есть вот серьёзно Я мог Просто утром проснуться И с первой главы С истории Начать её проходить И там к вечеру Я уже проходил Пятнадцатую главу И типа за день У меня выходило Полное прохождение Это было круто Вот Но К сожалению Те годы Не вернуть назад И заново Историю Типа мне эту Не узнать Ну типа Я бы хотел Стереть свою память И заново пройти Эту игру Ради такой шикарной истории Вот Поэтому В какой-то момент Я просто решил Попробовать пройти Первую часть До этого Я в первую часть Никогда не играл И Знаете Что хочу сказать Первая часть Тоже мне по-своему Понравилась Она была Очень хардкорной Вот Она не шла Ни в какое сравнение С этой частью По сложности Типа там вообще Всё было Очень тяжело И сюжет там был Ничуть не хуже А может быть даже Ну может быть В каких-то моментах Он был лучше Я скажу так Но Когда я прошёл Первую часть Мне Мне она зашла Честно скажу Так же Как и вторая Вот Но к сожалению Когда вышла третья Я ожидал Что будет Что-то грандиозное Но Этого не случилось И поэтому Поэтому в третью часть Я по сути-то Особо и не играл Вот я её скачал Типа вот Недельку Там что-то иногда Вечерками Заходил Там пытался Что-то пройти Я понял Что это Какая-то фигня полная Ну вот И забросил её Вот Ну в общем-то Ладно Что-то я начинаю Заговариваться Вот У нас всё-таки Прохождение Мафии 2 Которая Которая закончилась У нас уже К счастью Вот Или не к счастью Ой У меня тут все плакаты Плейбой Наверное Вам лучше это не показывать А то меня точно заблокируют Вот Давайте просто картинки посмотрим Вот Вита Подстрелили Вот Вита и Джо Где-то в баре Джо у нас Он кудрявый какой-то Можно как-то Да Он прям Кудрявый Тут чё Вот Пацаны тоже Выпивают Вот Ребята Серьёзные Да Конечно Легендарная игра У меня просто Нет слов Наверное На этом Стоит уже Лучше закончить Раз у меня Закончились Слова То есть Стрим Наверное Тоже я буду завершать Так что Всем спасибо За просмотр Мы с вами Допрошли игру С вами был Герман Всем спасибо За просмотр Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Всем удачи Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok